Кем стать, с чем связать свое будущее и как не ошибиться в выборе будущей профессии. Выпускники городских школ и средних учебных заведений получили уникальную возможность увидеть работу окружных предприятий изнутри и даже примерить на себя роль их работников. А кому-то уже удалось получить предложение о работе. Гордимся и помним. Сегодня школа номер один стала частью масштабной всероссийской акции, приуроченной к 70-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Екатерина Нежалова пришла в телекомпанию «Север» не только посмотреть, как работает телевидение, но и попробовать себя в роли ведущей. Девушка планирует связать свое будущее с журналистикой. Это творческая профессия, это, естественно, взаимодействие с людьми, а я люблю людей. Это очень интересно, мне кажется, когда твое имя возможно даже на слуху, когда ты ведешь там новости. Экскурсии организовали разные организации города. Авиаотряд, МЧС, компания электросвязи – это все для того, чтобы ребята определились с будущей профессией. Я считаю, что данная экскурсия была очень полезной для 10-го класса, потому что на следующий год дети уже будут поступать в ВУЗы, и им следует уже определиться с выбором будущей профессии. И такая экскурсия очень полезна, потому что дает шанс посмотреть воочию, чем занимается телерадиокомпания наша, и какие профессии здесь востребованы могут быть, и к чему себе готовить. И был предоставлен прекрасный шанс попроводить себя в роли ведущего. Куда пойти учиться – этот вопрос задает себе каждый выпускник школы. Чтобы помочь делать ребятам правильный выбор в профессии, приехали представители российских ВУЗов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Архангельска. В настоящий момент о своей готовности принять абитуриентов из округа по целевому обучению завели 10 ВУЗов Северо-Запада. А также впервые за 7 лет сотрудничать с нашим регионом готовы представители Российского университета дружбы народов. В этом году мы поменяли ее формат, сделали ее региональной с приглашением детей из всего округа. Сегодняшнее законодательство изменило правила игры при целевом приеме. И поэтому сегодня, чтобы поступить на целевой прием, необходимо заключить договор трехсторонний с ВУЗом, с ребенком, да, или ребенок заключает. И кроме того, это работодатель. Предпочтения у ребят разные, но самой популярной оказалась профессия медика. У ребят есть еще время определиться. Наша телекомпания тоже ждет позитивных ребят, в том числе и Екатерину Нижалову, которая в будущем пополнит наши ряды после окончания ВУЗа. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.